Здравствуйте, дорогие друзья! На предыдущем занятии мы увидели, как объявляются классы и создаются их экземпляры с помощью вот такого вот оператора new. В частности, вот с помощью такой строчки мы создавали объект класса point. В действительности, в момент создания объекта всегда происходит вызов специального метода, который называется конструктор класса. Но вы можете спросить, у нас же вот в этом классе point не было никакого метода, никаких конструкторов, тут только объявлены две перемены x и y. Все так, но в Java, в любой класс автоматически добавляется конструктор по умолчанию, если явно не записаны никакие другие конструкторы. Вот именно этот конструктор по умолчанию и вызывался вот здесь вот при создании объектов класса point. Чтобы все было понятней, давайте объявим свой собственный конструктор вот в этом классе. И для этого используется вот такой вот синтексис. Пишется имя класса, то есть чтобы задать конструктор, мы должны продублировать внутри имя класса и в круглых скобках записать аргументы, если они нужны. Далее в фигурных скобках идет непосредственно уже тело конструктора, то есть набор операторов, которые будут выполнены в момент создания объекта класса. Теперь я перейду вот сюда вот в нашу программу и вот здесь вот в класс point как раз добавлю этот конструктор. Вот после этих полей x и y я пропишу вот такие вот строчки, а именно имя конструктора, то есть оно должно совпадать с именем класса, это обязательно. Далее идут круглые скобки без аргументов, у нас будет конструктор без аргументов, и внутри этого конструктора мы инициализируем вот эти вот поля x и y, значения минус 1 и минус 1. Ну и вот здесь вот у нас непосредственно при запуске программы будет создаваться объект и вызываться соответственно вот этот вот уже конструктор, а не конструктор по умолчанию. И вот эти вот значения x и y должны принимать соответственно значения минус 1. Давайте проверим, что это действительно так. Так, запускаем программу и видим, что вот эти вот значения x и y действительно равны минус 1. Почему это произошло? Это потому, что когда мы создавали вот этот вот объект, то автоматически был вызван вот этот вот конструктор, и мы вот этим вот значением x и y присвоили значение минус 1. Вот так вот работает конструктор. Ну хорошо, а что если мы вот в этот класс захотим добавить еще один конструктор? И у нас было бы два конструктора. Ну например вот такой вот. У нас будет также конструктор, он называется абсолютно так же, как и класс point. Но у него уже два аргумента. Arc x и arc y. Соответственно мы эти аргументы будем присваивать вот этим нашим полям x и y. И если мы хотим воспользоваться уже вот этим вторым конструктором, то соответственно мы должны создать второй экземпляр, используя уже вот этот конструктор с аргументами. То есть мы у него должны прописать аргументы, ну например вот такие, 1 и 2. Ну и давайте вот здесь вот ниже соответственно отобразим то, что у нас будет вот в этих вот полях x и y. То есть в первом случае у нас должно быть минус 1 и минус 1, а во втором случае 1 и 2. То есть во втором случае вызывается вот этот конструктор, а в первом случае вызывается только этот конструктор. Давайте тоже запустим программу и посмотрим на результат. Да, у нас получается минус 1 и минус 1 это вот для первого объекта ПТ, и 1 и 2 для второго объекта ПТ2. Вот так вот можно в классах задавать произвольное количество конструкторов, и они будут отличаться, должны отличаться только набором аргументов. Это сделано для удобства. Ну и вот такая вот запись, когда мы задаем в классе несколько конструкторов, называется перегрузкой конструктора. И это довольно часто используется на практике. Давайте теперь немножко модифицируем вот этот второй конструктор, и вместо вот этих вот параметров arc x, arc y, напишем такие аргументы x и y. Смотрите, что у нас получится. Соответственно, здесь мы тоже должны прописать x и y, но получается вот какая-то вот здесь непонятная запись. Мы x присваиваем x, y присваиваем y. Спрашивается, вот этот x внутри конструктора Point, он будет относиться к этому x или вот к этому полю x? В действительности, когда мы внутри любого метода или конструктора задаем новые переменные, у которых имя точно такое же, как имя полей, то вот здесь вот внутри мы уже будем пользоваться вот этими локальными переменными. Ну хорошо, но можно ли как-то явно указать, что мы хотим обратиться именно к полям объекта, а не к аргументам конструктора? Да, можно. Это делается с помощью ключевого слова this. Оно записывается вот таким вот образом, то есть пишется this, ставится точка, и дальше указывается то поле, к которому мы хотим обратиться. То есть здесь будет this x, а здесь будет this y. То есть, по сути дела, вот этот вот this есть не что иное, как ссылка на текущий экземпляр объекта. То есть если нам внутри самого объекта требуется оперировать ссылкой на него, то для этого как раз и используется вот это вот ключевое слово this. Ну и давайте посмотрим, как это будет работать. Запустим программу, и у нас должно получиться абсолютно то же самое. Да, мы видим здесь минус один, минус один, а здесь, соответственно, один и два. То есть вот этот вот this сработал, и мы обратились уже вот к этому вот полю x, и присвоили ему новые значения x. И то же самое здесь, только уже с полем y. Давайте теперь немножко модифицируем вот этот вот наш класс point, и добавим в него еще одно поле, которое будет называться color, цвет. Ну вот предположим, это будет цвет точки. И, соответственно, вот это вот поле color мы тоже должны как-то инициализировать. Пусть она у нас здесь инициализируется нулем. Ну и, соответственно, во втором конструкторе у нас тоже будет происходить его инициализация, и тоже пусть будет нулем. Кажется, такая запись логичной. Потому что если мы хотим как-то проинициализировать вот это вот поле, то мы, конечно же, должны указать вот здесь какие-то конкретные значения. Но у нас происходит дублирование кода в тексте программы. И это плохая практика программирования. Вот это вот дублирование следует избегать. И спрашивается, как вот в этом данном случае нам избежать вот этого дублирования. Вот это как раз можно сделать так. Смотрите. По сути дела, вот этот вот конструктор выполняет инициализацию всех вот этих вот полей какими-то значениями по умолчанию. Тогда можно ли вот в этом втором конструкторе сначала вызвать вот этот вот первый конструктор для инициализации вот этих вот полей. А потом уже задать вот этим вот полям x, y и другие значения. Да, можно. И это как раз делается тоже с помощью вот этого вот ключевого слова this. То есть, если мы возьмем вот это ключевое слово this и запишем вот здесь такие вот круглые скобки, это будет означать, что мы вот здесь вот вызываем вот этот вот первый конструктор. То есть, конструктор без аргументов. Ну и, соответственно, вот эта вот строчка здесь уже будет не нужна. Вот так вот. То есть, мы сначала проинициализируем вот все вот эти вот переменные, а потом переменам x, y присвоим другие переданные значения. Если запустим программу, то у нас, соответственно, будет абсолютно тот же самый результат. Вот так вот двояко можно применять ссылку this и для доступа к полям текущего объекта, и для вызова конструкторов. Ну, давайте еще раз внимательно посмотрим, например, нашего класса. И зададимся вопросом, что фактически делает первый конструктор. Ну, я уже много раз об этом говорил. Он фактически выполняет начальную инициализацию полей класса Point. Именно поэтому мы его отдельно вот здесь вот и вызываем во втором конструкторе. Но это не лучший ход. В классах языка Java можно создавать специальный блок, который так и называется инициализатор. Он автоматически выполняется до вызова конструкторов и служит как раз для начальной инициализации его полей. То есть, полей объектов класса. Инициализатор записывается вот таким вот образом. Вот здесь вот, ну или в любом месте класса. Мы пишем фигурные скобки, просто фигурные скобки. Это вот комментарий, его можно убрать. То есть, мы пишем фигурные скобки. И внутри этих фигурных скобок как раз и задаем начальные значения полей класса Point. Ну, а вот эти строчки можно уже убрать, они не нужны. То есть, здесь будет просто Point. А здесь вот этот вот Ziz тоже можно убрать, он тоже не нужен. И, соответственно, останется только вот эти вот две строчки. Вот такое объявление класса выглядит, во-первых, понятней. То есть, мы видим, что здесь идет инициализация, здесь вызовы конструкторов. И, кроме того, это будет работать вот в нашем конкретном случае быстрее. Потому что вот здесь вот нам не нужно будет во втором конструкторе отдельно вызывать еще первый конструктор. А вся инициализация будет происходить всегда в самом начале автоматически. Чтобы увидеть, как это все работает, давайте дополнительно вот здесь вот выведем вот это вот поле Color. Вот так вот. То есть, мы здесь вывозим x, y и, соответственно, Color. И здесь то же самое. То есть, у нас Color в обоих случаях должен быть равен 100. Давайте тоже запустим эту программу и посмотрим, что это действительно так. Значит, смотрите. У нас в первом случае координаты минус 1, минус 1, Color 100. Во втором 1, 2 и Color тоже 100. То есть, у нас всегда срабатывал вот этот вот инициализатор до конструкторов. Ну и, соответственно, уже дальше в конструкторах, вот здесь вот во втором конструкторе, мы меняли значение полей x и y. То есть, у нас в итоге получился вот такой вот ClassPoint. И, глядя на него, возникает вопрос. А зачем нам вообще нужен вот этот вот первый конструктор? Ведь он ничего не делает. Здесь же у нас вот внутри тела конструктора ничего не происходит. И возникает соблазн на его попросту отсюда убрать. Давайте попробуем это сделать и посмотрим, к чему это приведет. Ну, я убирать его не буду, а просто поставлю здесь вот комментарии. Смотрите, при запуске компилятор у нас будет выдавать ошибку. Он выдает ошибку, потому что вот здесь вот в самом начале мы не можем создать объект, не передавая никаких аргументов. То есть, у нас нет в классе конструктора, который бы мог создавать объекты без аргументов. Потому что мы вот этот вот конструктор здесь убрали. Вот именно в этом его роль. Вот этот вот конструктор позволяет создавать объекты класса Point без передачи каких-либо аргументов. Поэтому его лучше все-таки оставить. И у нас возникает возможность создавать объекты и с аргументами, и без аргументов. Если мы теперь запустим программу, то у нас все сработает. Вот что из себя представляют конструкторы классов. Ключевое слово This и инициализатор. Ну и самостоятельно попробуйте пройти определенный путь кодера и совершить три подвига. Вот эти вот подвиги здесь описаны. Я не буду их зачитывать. Но вы, соответственно, прочитаете и попробуйте их преодолеть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!